так сегодня у меня будет тыквенный крем-суп очень вкусный и очень легкий тыква у меня замороженная сразу отмерила сколько нужно морковка нужно вот такими вот кусочками и порезала лучок тоже не слишком мелко потому что сначала мы это все спассируем потом будем немножко томить на огне и все взбивать блендером чеснок здесь у меня полтора зубчика соль перец понадобится сливки десятипроцентные всего лишь 100 миллилитров на это на одну порцию и добавлю провански травы приправку можете добавлять любую на ваш вкус разогреваем добавляем подсолнечное масло сразу добавляем лук сейчас пассируем лучок буквально одну минутку и будем добавлять морковь не люблю все сразу вместе в принципе можно и сразу и морковь добавить но я делаю по этому немножечко пассируем лучок так лучок уже немножечко спассировался чуть-чуть перехватился добавляем морковку и сразу добавляю сюда чесночок и пускай на все пропассируется 33 минутки достаточно можно еще капнуть немножечко масла прошло 3 минутки сильно не зажаривайте пускай пассируется пусть там не 3-4 минутки ну просто чтобы в общем зажаривать не нужно теперь добавляем тыкву я ее порезала на более мелкие кусочки так сейчас добавляем соль и перец смотрите любите по острее добавьте больше у меня наверно треть чайной ложечки перца добавляем потом когда уже буду пюрировать супчик тогда можно будет еще добавить соль по надобности все это смешиваем и тоже оставьте на несколько минуточек пусть она все спассируется просорится в общем оставляем и еще на парочку минут уже очень кстати вкусно пахнет тейтва чесночок так все спассировалась тыква аромат очень-очень вкусный кстати тыква самый аромат самый ароматный сорт вот насколько я знаю это дыня называется поэтому спрашивайте ее она очень-очень вкусная и в тыквенной каши и вот сейчас такой классный аромат стоит даже вот я разморозила это я замораживала все равно тыква как свежая так теперь мы добавляем водичку водичку заранее вскипятила напишу вам в рецепте сколько ее нужно но в принципе смотрите по посуде своей я взяла сковороду которая поуже у меня потому что чтобы много воды не лить в общем слегка должна покрыть водичка овощи наши все теперь закрываем крышечкой и нам нужно будет протушить минут тридцать минут двадцать где-то вот эту тыквенную смесь прошло уже 15 минуточек вот так тыква почти вся разварилась 15-17 где-то так так что смотрите может придется вами меньше варить смотря какая тыква сейчас я добавляю прованские травы совсем немножко можете добавить любое можете не знаю розмарин добавьте добавьте мускатный орех в общем то что вам нравится по вкусу совсем немножко все смешиваем смешиваем и выключаем так тыква уже готова так выключаем и смешиваем все блендером так все вот такая вот у меня пюре получилось пробила блендером теперь так на этом этапе добавляем сливки сливки у меня десятипроцентные можете взять немножко пожирнее но я думаю этих будет достаточно снова перебиваем все это блендером кстати здесь попробуйте на соль если маловато добавьте вот такой красивый супчик получился у нас кстати можете добавить конечно сливочного масла если не считаете калории но в принципе супе так достаточно получается вкусным все готово а и и Субтитры создавал DimaTorzok